Студия Ночной Такси представляет программу Стартовая Площадка Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Доброго вечера, дорогие друзья! Это программа Стартовая Площадка в эфире радиостанции Шансон 24 И, соответственно, в видеозаписи на телеканале Ночной Такси на YouTube Как и всегда, выходя в прямой эфир в четверг, пятницу и субботу Я сообщаю данные статистического счетчика YouTube на нашем телевизионном канале Вот как раз сегодня, перед тем, как мы вошли в нашу студию, расположенную в Санкт-Петербурге, в России Мы посмотрели статистику канала Более 32 миллионов и 415 тысяч уникальных зрителей Это те из вас, кто посмотрели то, что делает студия Ночной Такси на YouTube Начиная с 15 ноября 2010 года На этой уходящей неделе исполнилось ровно 6 лет нашему телевизионному каналу Мы, конечно же, по традиции все это будем отмечать большим фильмом-концертом Который состоится совсем скоро, через полторы недели, 28 ноября В крупнейшем питерском концертном музыкальном клубе А2 И, конечно же, я всегда во всех эфирных программах, близких к этому важному для нас событию Представляю вам участников этого большого мероприятия Сегодня впервые в гостях у нас автор-исполнитель Санкт-Петербурга Вячеслав Тимофеев Он будет принимать участие в этом большом фильме И, что касается первого часа эфирного завтрашнего Я завтра буду, как и всегда, работать с вами в программу Ночной Такси То в гостях появится Вадим Тафанюк Тем более, что он не просто участник этой съемки А еще и мы вместе с ним послушаем его новейшую работу Альбом «Бег», который был издан в нашей студии совсем недавно, чуть более месяца назад Так что привыкайте к тому, что в эти две недели Естественно, музыканты, участники этого фильма будут появляться в наших эфирных программах Еще больше людей появится, собственно, перед самой съемкой Мы, очевидно, не будем работать стартовую площадку в пятницу, 25 ноября А вот зато будем работать и Ночной Такси в субботу И даже днем будем работать в воскресенье Поскольку будет много музыкантов Приедут ребята из Германии Приедут ребята из Москвы Приедут ребята из Новосибирска Поэтому у нас будет такой вот очень большой и интересный эфирный марафон И, собственно, все эти участники наших съемок будут представлены вам заранее По традиции нашей студии Ну и затем уже 28 ноября мы эту большую картину запишем И, как всегда, месяц на монтаж И, соответственно, перед Новым годом всегда выходит наш ноябрьский фильм Абсолютно в полной версии Сразу могу сказать, много будет очень музыки Не менее 50 песен мы запишем для вас Может быть, что-то еще изменится даже за эти полторы недели Может быть, даже будет 60 песен И, я думаю, все для вас будет интересно Поскольку, действительно, это практически полностью новый материал Собственно, потому мы и приглашаем музыкантов В наш большой сериал под названием «Новое и лучшее» Но в данном случае к новому и лучшему есть, как и всегда в ноябре Такой важный для нас паскриптум В котором указан год нашей работы на YouTube Но вот как раз в этом году, этот год шестой Вот такое интро вам, дорогие друзья Вот такое вам вступление И, конечно же, я с удовольствием сейчас представлю моих гостей Ну, во-первых, как я уже сказал, Вячеслав Тимофеев Автор и исполнитель Санкт-Петербурга И он сегодня будет рассказывать о себе Я очень рад тому, что замечательная Мария с ним вместе Она сначала скромничала, когда мы договорились об этой программе Я говорил, нет, Маша, давайте тоже микрофонов на всех хватит Наушников тоже для всех хватит И хотя рассказывать будет о себе Вячеслав Но я думаю, что будет помогать ему, конечно, и Мария тоже Она исполняет важную функцию его, я бы так сказал, продюсера Не просто человека, который ему помогает И я очень рад тому, что и совместные мероприятия у них проходят Вот, Маша очень хорошо читает стихи, кстати И у них, получается, вполне себе театрализованные Такие вот замечательные, на мой взгляд, композиции Когда есть и песни Вячеслава, есть и декламация от Марии Ну вот, дорогие друзья, теперь, конечно же, пришло время представиться моим гостям Итак, в стартовой площадке автор и исполнитель Вячеслав Тимофеев Слава, здравствуйте, теперь уже в кадре Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители Расскажу немножко о себе Начну с того, что песни начал сочинять относительно недавно Скажем так, не более 10 лет назад вышла моя первая песня А случилось так В свое время я занимался музыкальной школе в детстве Закончил ее по классу баяна Там же занимался композицией Потом научился играть на гитаре И, в общем-то, неплохо исполнял песни различных исполнителей В том числе исполнителей шансона У меня это неплохо получалось Многие мне говорили, в том числе и мои родные и близкие Что мне нужно заниматься творчеством Надо заниматься исполнением песен Однажды мой друг Дмитрий Кулаков Посоветовал мне записать эти песни На студии у одного своего знакомого музыканта Исполнителя Виктора Сергеева Мы попробовали записать несколько песен Получилось неплохо И тогда Виктор мне сказал, что, в общем-то, получается хорошо Но было бы гораздо интереснее, если бы ты писал что-нибудь свое Попробуй Вот, я попробовал И так родились первые две песни Которые называются «Костерок» И я не забыл Вячеслав, я вас позволю себе прервать Потому что я хочу, чтобы вы последовательно потом поотвечали на мои вопросы У нас целый час эфирного времени Целых 60 минут для вас И поэтому я хочу, чтобы мы, конечно, с вами послушали вашу музыку Что я считаю, интересно для нашей аудитории Которая сегодня только знакомится с вами Что важно У нас есть в программах такие правила Когда к нам приходит гость То у нас гость работает диджеем А на самом деле мой замечательный младший сын Аркадий Александрович Фрумин Он работает руками диджея Мозг диджея В данном случае, Вячеслав, это вы А руки, так сказать, уже готовы для того, чтобы поставить ваши песни в эфир Поэтому мы подготовили небольшой трек-лист Я уверен, что его хватит на час Поэтому вот я предлагаю вам определиться в той композиции, которая будет первой Ну, возможно, музыка Шопена следит от возражений Нет, никаких абсолютно нет Я поизучал ваш материал И благодарен Маше за компакт-дис, который у меня есть уже на самом деле в руках Но мы специально здесь сделали такую выборку Которая, я думаю, должна быть интересна всем, в том числе и вам Итак, музыка Шопена, Аркадий Александрович, Вячеслав Тимофеев, начали Звучала музыка Шопена Над парком догорал закат И пианист играл на сцене На пикс, который раз подряд В груди восторженно щемила Душа над облаком плыла Ведь ты меня тогда любил И в сумрак ночи увела И беспробудным было утро От ласк несмелых губ твоих И рук напуганных, как будто Лучом споткнувшимся на них Вставало солнце, как награда За ночь нечаянной любви И эхом, ровком, не надо, надо Нам вели песни соловьи И эхом, ровком, не надо, 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 надо И чайкой ветреной в тумане Расставил дивной ночи след Ах, если б знать тогда заранее Что на закате грешных лет Пройдя весь путь земного плена Серьез ни разу не любя Включая музыку Шопена Я буду вспоминать тебя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стартуем вместе Да, дорогие друзья, мы стартуем вместе Это программа «Стартовая площадка» В эфире радиостанции «Шансон-24» Также, если вы видите нас на своих экранах Значит, вы зрители телевизионного канала «Ночное такси» на YouTube Сегодня в гостях у меня впервые Вячеслав Тимофеев Автор-исполнитель из Санкт-Петербурга И вместе с ним в кадре Мария Васильева Мы тоже обязательно Машу еще и поспрашиваем О том, что она делает В различных совместных работах О которых я сказал уже в первом включении Потому что у них есть совместное Такое вот концертное мероприятие Которое я, естественно, с удовольствием вам проанонсирую Оно носит название «Любовь – это тайна» И на самом деле Люди, которые могут Все это послушать Должны находиться в Санкт-Петербурге Либо где-то рядом В декабре этот авторский спектакль Который так и называется Пройдет в концертном центре на Пушкинской Очень известное такое место В центре Санкт-Петербурга Пушкинская 9 Начало в 19 часов И это станция метро Площадь Восстания Самый-самый центр Санкт-Петербурга Совсем недалеко от Московского вокзала Вот как раз там Вячеслав и Мария Будут играть для вас этот спектакль В котором, естественно, как я уже сказал Мария читает стихи А Вячеслав исполняет свои песни Я хочу задать первый вопрос моему гостю Вот я, например, послушал сейчас То, что отзвучало в эфире Я понял, что либо вы, либо ваш аранжировщик Большой поклонник Джо Досена В смысле, схожесть есть какая-то сраженка? Ну, в смысле, к Шопену, я так понимаю Это отношение не имеет А вот к Джо Досену самое прямое Ну, тем не менее Потому что, да, Елисейские поля Бесподобные совершенно сыграны Да, и даже соло-партии такие очень достойные Это его инициатива? Или, так сказать, это Вячеслав Вы решили как-то, так сказать, уйти? Мелодия сама аранжировки придумана мною А вот как ее обработать, сделать Это сделал аранжировщик Сергей Красносельский Красносельский, да Интересно, но, на самом деле, мне вот очень напомнило Именно мелодику Джо Досена С самого конца 70-х годов Потому что, я думаю, что те, кто знают Французский шансон тех лет В общем, Шан Зелизе услышали здесь Совершенно точно так же, как я Я думаю Ну, я не знаю, я не считаю, что это плохо, на самом деле Потому что всегда лучше равняться на какие-то хорошие образцы В том плане, что всегда Здесь понятно, что очень логично Использование в своем авторском творчестве Каких-то цитат Я считаю, что, в общем, Джо Досен Это вполне себе хорошая база Для того, чтобы взять оттуда цитаты И сделать свои песни А вообще, на самом деле, другие композиции Они как, тоже ориентированы на какую-то определенную стилистику эстрадную Либо вы сторонник эклектики? Ну, мое дело писать песни Как бы, а аранжировки я сам пока не делаю Ну, это и не нужно Тут, наоборот, как раз важно Чтобы были те люди, которые понимают Мы делали совместные работы с Сергеем Красносельским Мне нравилось, мне устраивало Мы находили консенсу Нет, нет, что вы, что вы Я не говорю о том, что это плохо Спасибо, вы меня поймите правильно Просто мое мышление, как музыкального продюсера И радиоведущего, который занимается этой работой Уже более 23 лет Оно аналогично Аналогично То есть, любой человек, который занимается этим Автоматически у него в голове работает Самый быстрый компьютер Быстрее самого мощного мейнфрейма Если человек этим занимается И когда слышит что-то новое То автоматически ищет аналогии Вот аналогичность моя Хладнокровная Показала вот на что это, так сказать Может быть, похоже Но это, упаси бог, не с точки зрения какой-то там уничижения Нет, конечно, совершенно не в этом дело Дело просто в том, к чему вы стремитесь И я бы хотел, чтобы вы это рассказали публике На какую музыку вообще ориентируется Вячеслав Тимофеев? Делая свои песни На кого? На что? Ну, в общем-то, я ищу свой стиль еще По большому, так сказать, счету Может быть, до конца еще Сам не знаю Хотя мне уже казалось, что что-то определилось Конечно По одной песне, наверное, сложно судить По одной сложно Давайте послушаем еще Наше с вами движение по вашим музыкальным композициям продолжается Вот я, например, когда готовился к программе Послушал «Седьмое небо» И мне песня очень понравилась Ну, давайте тогда послушаем «Седьмое небо», да, Аркадий Александрович? Итак, Вячеслав Тимофеев в гостях у нас сегодня Субтитры подогнал «Симон» На пушке сказочного леса В час, когда вершатся чудеса Мне явилась милая принцесса Так уж рассудили небеса Лепестками роз Украшу небо Все тропинки млечного пути Поведу туда, где раньше не был Где никто не сможет нас найти Как легко по небесам взбираться Вот шестое небо позади До седьмого довелось добраться Без сердцебиения в груди Субтитры подогнал «Симон» Лепестками роз завешу звезды Спи, родная, утро за горой Охраняют сон живые розы Лепестки бросают нас с тобой Нам еще придется вниз спускаться Спи, покуда звездопад идет До чего ж не хочется прощаться Пусть земная жизнь нас подождет Путь назад и тягостен, и грозден Легче, говорят, внизу дышать Только нам с тобой на небе лучше Лепестки на грешный мир сдувать Вот и облаков седых завеса Там внизу опять идут дожди До свидания, милая принцесса И в глазах прочел не уходи До свидания, милая принцесса И в глазах прочел не уходи В эфире Стартовая площадка Да, дорогие друзья, это программа Стартовая площадка И сегодня в гостях у меня питерский автор и исполнитель Вячеслав Тимофеев Вместе с ним замечательная Мария Васильева И вот как раз пришло время поговорить именно о том мероприятии О котором я, собственно говоря, уже сказал в прошлом включении Но думаю, что интересно, если и Маша нам расскажет на эту тему То, что она знает, поскольку она это мероприятие готовит И в нем участвует, и читает там стихи А что касается композиции «Седьмое небо» Которая только что в нашем эфире отзвучала То именно эта песня будет видеоверсифицирована совсем скоро Через полторы недели, 28 ноября В нашем юбилейном фильме «Шесть лет на YouTube» Вот именно эта композиция была избрана Вячеславом Для того, чтобы записывать ее на видео Машенька, расскажите, пожалуйста, о том Как проходит ваш чудесный спектакль С таким вот очень интересным названием Я вот даже возьму, посмотрю, как он называется Еще раз, чтобы все запомнили, как он называется Этот спектакль проходит он в весьма известном месте Для авторской и различной поэтической деятельности Это, собственно говоря, концертный центр на Пушкинской 9 Очень известное место, которое в свое время Различные рок-музыканты, кстати, и рок-поэты Почему-то взяли и стали облагораживать Ну, правильно, в общем-то, сделали Им как-то удалось Там были же немалые битвы юридические за это помещение Как-то вот театр со временем все-таки стал нормальным театром Даже был сделан ремонт Ваше мероприятие под названием «Любовь – это тайна» Что оно представляет из себя для наших потенциальных слушателей и зрителей? Спектакль «Любовь – это тайна» Это литературно-музыкальное поэтическое действие Которое основано на нашем авторском творчестве На песнях Вячеслава Тимофеева и на моей авторской поэзии Ну, а режиссура наша совместная В частности, проза тоже наша совместная И спектакль вообще зародился очень интересно Меня как-то пригласили в школе представить свои стихи И я решила, что это будет гораздо интереснее Если все-таки мы представим не только стихи, но и красивые песни Вячеслава И я пригласила Вячеслава в нашу школу Работаю я учителем Благородное дело Да И мне было очень приятно представить Вячеслава Нашим учителям и старшеклассникам Честно говоря, это была импровизация Ледиатурно-музыкальная композиция без единой репетиции Но она получилась настолько театрализованная Что многие ребята и учителя нашей школы сказали Мы словно в театре побывали И мы подумали, а почему бы действительно не сделать из этого настоящий спектакль Ну и уже занялись разработкой сценария Как раз песня «Седьмое небо» открывает наш спектакль То есть я угадал, я не знал этого Действительно, мне весь так понравился Ясно, приятно, попал в цель И достаточно красивый спектакль получился в стиле XIX века Очень лирические, красивые песни Вячеслава Тимофеева звучат Переплетаются с моими стихами Ну и в общем-то все действие такое достаточно импульсивное На грани, на пульсе Ну я думаю, что вы не пожалеете, если придете на этот спектакль Потому что самое важное, самое прекрасное чувство в этом мире — любовь И очень нелегко найти свой путь И найти свое счастье, обрести его в этом сложном мире И мы хотим представить спектакль, в котором мрачная мистика И свет волшебства переплетаются Создавая удивительную, неповторимую атмосферу Так, интересно Ну на самом деле, я хочу сказать свое наблюдение Которое я сделал, начиная, наверное, где-нибудь года с 2014 Вот эти два года примерно Что очевидно, прав был великий Гегель Относительно спиралевидности развития общества человеческого, социума Что подхватили, так сказать, вожди революции Столетия, которые мы должны отметить совсем скоро Через год, в 17-м году Потому что на самом деле, вот эта логика В какой-то мере декаданса Ну связана с музыкальными клубами Да, где происходит чтение стихов поэтами, поэтессами Авторская музыка Ведь это все по спирали пришло, в общем, по большому счету Из начала того века Это же одно время у нас в России Эта практика, она же отсутствовала Какое-то время, да? А сейчас вы далеко не первые Кто приходит сюда, в эту студию И рассказываете о том Что вы делаете именно вот такие музыкально-поэтические спектакли Потому что понятно, что вся электроника Которая здесь у нас все нафарширована Много дисплеев, много компьютеров И все наши электронные сервисы На которых размещается все наши вещания Конечно, не могут заменить простого человеческого общения Когда приходит автор, берет микрофон или гитару Приходит Маша и читает свои стихи То есть на самом деле, все равно Вот именно общение со зрителем Общение со слушателем Директное, прямое Оно, очевидно, опять входит в моду Вот будем так говорить Но мне приходится с публикой всегда общаться С помощью микрофона и телекамеры Уже четверть века как Вот, поэтому я справляюсь с работой радиоведущего По той самой старой поговорке Которой не все задумываются Что такой успешный радиоведущий Да, это человек, который умеет говорить сам с собой Вот, поэтому мне так с аудиторией Как-то не всегда получается контактировать Хотя иногда я веду концепты большие и маленькие Ну вот еще раз говорю Ваша практика, ну именно практика живого общения Где есть и авторская поэзия Маши И ваши песни, я считаю, дело хорошее К тому же, вот в нынешних условиях Говоря модным языком, оно в тренде То есть в тенденции, которые набирают Все больше и больше сил Вот, ну а по аналогии Ну так же было и почти сто лет назад Кстати, в тех же самых питерских местах В тех же самых питерских каких-то Может быть клубных салонах Я не знаю, как это назвать Тогда называли салонами Сейчас называют, наверное, клуб, да Или какой-то концертный центр А тогда, на самом деле, это называлось салонами Но логика от этого не изменилась Чтение стихов, музыка А самое главное же, все авторское Да, я так понимаю, что мы же не обманываем Републику, да, что это только ваши Авторские песни в этом спектакле И, соответственно, Машина декламация Тоже только ее стихов Верно же, да? Да, да, именно так Ну вот это интересно, дорогие друзья Так что я вот не зря позвал сегодня Моих гостей сюда в эфир Я думаю, для вас это будет интересно Мероприятие это, еще раз Чтобы точно вас не обмануть, скажу, когда Оно будет происходить 9 декабря Спектакль будет в концертном центре На Пушкинской 9, самом центре Санкт-Петербурга Начало в 19 часов Это станция метро Площадь Восстания Наверное, те, кто знают действительно традиции питерской городской культуры Конечно, должны знать этот адрес на Пушкинской 9 Ну, а мы слушаем дальше музыку Вячеслава Вячеслав, ну вот еще у меня какой вопрос к вам Скажите мне, а вот когда вы задумаете свои песни Все-таки я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили чуть ранее Какие вообще творческие ориентиры есть у вас? Вот, ну вот, что вы считаете для себя эталоном, к которому надо стремиться? Нет, упаси бог, конечно, не о плагиате идет речь Не о копировании или не о модном слове клонирования Нет, речь идет не об этом, конечно Речь идет именно о том, вот, талантливый человек, Вячеслав Симович, вообще взрослый Он сочиняет свои стихи и песни, имеет аранжировщика, который ему делает, я считаю, весьма неплохо свою работу Вот какой у вас конкретно здесь есть ориентир? Вот я хочу работать в этой стилистике, в этой стилистике Или вы вообще говорите, а я вообще нигилист Как в тех чудесных товарищах, так сказать, было Как Базаров, например, говорят как раз о том, что я не знаю, чему там Маша учит, да, детей Но вообще про Базарова, да, у нас все очень любили, потому что всегда у нас были споры в мое, так сказать Детство, да, кто он был, нигилист или анархист? Вот тогда мы обсуждали, ну, мы все изучали же, так сказать, теорию мархиво-люминизма тоже Поэтому мы думали, интересно, Базаров он анархист или, так сказать, нигилист все-таки Но все-таки сделали, что у великих все-таки нигилист Вот у вас нигилистический подход? Или вы четко знаете, какой дороги вы поете, Вячеслав? Ну, по большому счету, я говорю, что я не так давно начал заниматься Я, в общем-то, ищу, так сказать, свой стиль Вот, и я не пытался, в общем-то, кому-то подражать конкретно, скажем так Вот, то есть писал то, что на душу ложится, что приходит Как правило, мелодия и стихи рождаются одновременно Одновременно? Ну, в общем, да, да, то есть я так Не всегда бывает То есть у вас именно творческий процесс такой Да, то, что пришло Ответственность Вот пришло сверху, да, и сразу же и мелодия Ну, единственное, что, может быть, да, вот, сочинил там куплет, пришло Или фраза какая-то, а потом я ее уже развиваю То есть я не пишу очень быстро То есть у меня песни, они, ну, последние, по крайней мере, там бывает даже, может быть, год целый могу песню писать Серьезно? Нет, я имею в виду, что, ну, вот, я сейчас поясню Это вопрос, на самом деле, уже, понимаете, да Через годы интервью Вот, а первая наша программа, в которой мы пригласили артистов для интервью И рассказы о себе, начиная такси, собственно, как называется студия, да Она вообще вышла в эфир, страшно сказать, когда В 94-м году, в феврале В следующем феврале будет нашему эфирному вещанию Ровно полных 23 года В этом году было полных 22 Вот так вот каждую неделю Вот микрофон у меня Ну, время понимаешь только по детям, да, потому что вот мальчик уже подрос Так раньше обычно я огромное количество лет сам работал Мне заведущий, звукорежиссер Это одна из моих профессий То есть я все умею, то, что он делает, умеет делать сам Но когда мальчик подрос, я понял, что это уже просто необходимо Поэтому с 17 лет обогнав папу, он уже здесь Вот, поэтому я к тому, что за огромное количество лет занятия этим Я всегда этот вопрос неустанно задаю И хочу, чтобы он был абсолютно правильно понят То есть вот каждый человек, который выходит на эту очень сложную стезю Создание своей музыки Он должен иметь какие-то стилевые рамки для себя Он должен их задавать Ну, планку качества, естественно, это понятно Но вот какая-то стилистика, которая особо близка вот для конкретно вас, Вячеслава Тимофеев Стилистика конкретно, это лирика, как я понимаю То есть песни маляричные, то есть они идущие от души Вот светлые песни, то есть вот такое Наша компания занимается музыкой, которую мы же сами таким образом Ну, это не мы, конечно, назвали французы Мы просто это название инкорпорировали на российский музыкальный рынок много лет назад Мы называем вот такую вот доверительную авторскую песню шансоном по-русски Вот насколько с этим определением А у этого есть определение достаточно четкое у шансона по-русски То есть музыка вокруг стихов Музыка, которая неразрывно связана с песенным материалом Как таковым, с поэтическим, вернее, материалом И музыка, которая построена именно на желании поэта, поющего Поговорить со своей аудиторией Отдать от себя честь, но, вы знаете, таким желательно литературным, вообще русским музыком Ну да То есть, в общем, иными словами музыка для головы Музыка для, так сказать, сопереживания Но не музыка для ног То есть такое модное В основном, да, не для ног Хотя есть некоторые песни, которые... Ну это тоже надо, конечно Вот скажите мне, и вот с определением шансона по-русски Вот Вячеслав Тимофеев Насколько согласен? Или он что-то другое делает? Согласен, ну вот Я всегда, как бы, вообще думал, к чему относится Ну, поначалу, когда я начинал первую песню писать К чему относится, так сказать, мое творчество Вот, и, в общем-то, как-то у меня метался между авторской песней и шансоном Скажем так, вот, для себя Вот, но потом понимаю, что, да, вот, в общем-то, лилишеский шансон То есть песня Шансон по-русски в том числе Сложно То есть, в общем, мы с вами говорим на одном языке И упор делаю все-таки на стихи Ну, для меня это очень важно, да Потому что на самом деле... Ну, фон у нас смысл песни, которую нужно слушать То есть, именно, вот, фоном она не может идти Согласен 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 Ясно бы ответил на мой вопрос Так, ну что же Мы двигаемся дальше И я, поскольку, так сказать, у нас есть в нашем, так сказать, в данном случае эфире сегодня педагог, есть учитель Машенька, а что вы преподаете, кстати? Ангельский язык Ух, как здорово! Мой любимый язык, да? Чудесно Это здорово! Я очень люблю это дело Вот, и, в общем, на самом деле Без английского, откровенно говоря Было бы скучно, поскольку я Большой поклонник хорошего американского кино И занимаюсь этим уже четверть века И даже когда-то, кстати, мое появление В моей студии, да? В средствах массовой информации, я имею в виду, на телевидении Началось не с музыки Хотя музыкой мы занимались То, у нас была эта студия с 85-го года Делали Бардов Там все это было Но вот на телевидении Не знаю, как так сложилось, честно, случайно Из моей любви к американскому кино Мы вышли с программой, которая рассказывала о американских фильмах Ну, понимаете, да? Это какой был год? Сразу могу сказать 90-й То есть, понятно, да? 26 лет назад То есть, не было ни закона Вот, так сказать, не только не было там Дональда Трампа Он там дома только строил А вообще не было закона Относительно того, как бы регулировалось это безобразие И поэтому ввозили кассеты, когда началась перестройка Ну, естественно, мы имели студию, где были переводчики И это было совершенно законно Это не было пиратства Потому что, собственно говоря, закона не было И все А поскольку люди стали интересоваться кино Я его любил То я стал о нем рассказывать И причем, можно найти это в интернете Даже, между прочим, на телевидении Страшно сказать, первого канала Меня пускали туда Когда еще Костя Эрнст со мной вместе работал В телекомпании «Русское видео» Я не был еще директором У него была программа «Мотодор» Нашего производства питерского А у меня была «Мегамикс» На «М» И, в общем, было очень забавно Потому что я, любя язык, естественно Старался перевести эти фильмы Чем занимаюсь я по сей день У меня огромная коллекция Которую мы с Синишкой смотрим вместе Новейшего формата Blu-ray И многие фильмы привезены за границей Ну, то есть, они не переводные У них перевод на отдельном носителе записан Уже в московской студии Чтобы можно было синхронизировать И поэтому я проверяю свои знания языка Я считаю, что это очень правильно Уже четверть я катя этим занимаюсь Открыв титры Где надо, включив переводчика А где и сам пойму, так сказать С точки зрения автономного перевода Синхронного И получается весело То есть, в общем, получается, что Маша, значит, как раз занимается Вот этим делом Ясно То есть, а на английском Не пробовали ли писать тогда уж Но у меня есть несколько стихотворений На английском языке Это, кстати, очень интересно Тем более для такого места, как Пушкинская 9 Вы знаете, что огромное количество туристов Туда вот, ну, тех, кто, так сказать, русистов Вот, кто любит вообще русскую поэзию Туда регулярно же приезжают Я знал очень многих ребят из Германии Крыных немцев, кстати Знал англичан Очень много шведов Они всегда стараются попасть Вот на эту Пушкинскую 9 С тех пор, как ее отреставрировали Там отремонтировали Именно на декламацию поэзии На разных языках И там бывают декламации, кстати И на скандинавских языках И на английском тоже Я думаю, вам надо попробовать И Вячеславу надо увлечь этим делом Чтобы у него было несколько песен На ваши стихи На английском языке Или его стихи Перейти на английский Я думаю, это будет весьма интересно Ну, конечно, как краска, естественно Все мы русские люди, это понятно Вот, но я думаю, что это на самом деле Будет с большой пользой Для вашей аудитории Можете мне поверить Мы подумаем Да, тем более, что мы работаем на YouTube И надеюсь, мы с вами первым Но далеко не в последний раз встречаемся У нас огромное количество отзывов К тому видео, которое записывает наша компания И размещают на YouTube На английском языке Когда-то, когда мы открывали этот канал Шесть лет назад Я вот и не верил И хотя у нас на английском мало Видео Хотя оно есть у нас У нас есть и группа, которая поет на английском Наша, которой мы занимаемся Женская, кстати, группа Allen Band Джазовая команда У них много композиций классического джаза На английском Ну, понятно, что на них приходят отзывы На английском Из американского сегмента Гигантского YouTube Вот, интересно, как находят Только я поражаюсь Вот, так-то обычно Нас-то русские смотрят И мы знаем, что их больше Среди двух миллионов Что же американцам-то здесь надо Но факт остается фактом И я бы, на самом деле Предложил бы вам попробовать Ну, это, конечно, моя идея Так сказать Тут уж вы понимаете Решать вам Ясно Что мы будем слушать дальше У нас есть еще время Вот я бы, честно говоря Вот я бы, честно говоря Хотел песню Именно последний урок послушать Потому что все-таки Речь идет о уроках Я уж не знаю Насколько вы со мной согласитесь Но раз тут Мария Я считаю, что было бы уместно Ну, в общем, да Могу пару слов сказать Конечно, конечно Обязательно автор Песня, в общем-то Да, песня Это несколько автобиографично Может быть Потому что она родилась Под впечатлением Встречи Одноклассников Получилось так, что Когда прошло 30 лет После окончания школы Мы решили собраться То есть долго думали вообще Долго думали, да 30, нормально, да Вот И я, как сказать Я еще сомневался Идти, не идти На эту встречу Потому что Это время было Май А я еще посещаю Так сказать Ежу на дачу обычную У меня там Работы много В это время А для творчества Это святое дело Свежий воздух Для Для народа Еще Да Нужное дело Вот И поэтому Но тем не менее Я пошел на эту встречу И остался Очень доволен ей То есть Помолодел Сравно 30 лет И больше Вот Мы фотографировались На тех же ступеньках У школы У нас такая же фотография Была и 30 лет назад Ну, когда заканчивали Да, заканчивали Черно-белое Вот Поэтому И В общем-то После вот этой встречи Не сразу, конечно Но через какое-то время И родилась песня Последний урок Которую сейчас Мы можем послушать Конечно, конечно Аркадий Александрович Словом Когда закончится урок В последний раз В последний раз Последний Прозвенит звонок И опустеет дружно Класс Прощально скрипнет Коридор Со вздохом Провожая нас И распахнется Школьный двор В последний раз Последний раз Сумки и портфели Полетели ввысь Повзрослеть хотели Вот И дождались Мы на ступеньках Постоим Там, где с утра Цвела сирень Запишем В дневниках своих Последний день Последний день И взявшись За руки уйдем Счастливые За поворот И постареет Школьный дом Еще на год Еще на год И пусть экзаменов Пора Подарит память И часы Где с плеч Незримая гора Стрелою Вечность Улетит Там, где Твои Семнадцать лет Остались Холодком В груди Где мы еще Не знаем Бед И только Радость Впереди Цветом Белой Ночи Отслеплен Твой взгляд Но разве Кто-то Хочет Повернуть Назад Расправим Карту На столе Проложим Непростой Маршрут Отметим Точки На земле Где нас С тобой Победы Ждут Мы эту Жизнь Как полотно Распишем Красками Мечты Где Все красиво Как в кино А в главный Ролик Я И ты Помоги Нам Боже Пусть За падением Снова Взлет Но Ради Кто-то Может Знать Все Наперед Пройдут Года Как корабли За горизонт Уходят Вдаль Все Что мы Сделать Не смогли Посеет На душе Печаль И вот Придет Как ангел Час Тот Самый Звездный Час Когда Бронзит Вдруг Озарение Нас И мы Вернемся Вновь Сюда Мы На ступеньках Постоим И Вспомним Тот Счастливый День Обнимем Сверстников Своих И Пусть В душе Цветет Сирень Мы Двери Школы Отворим Несмелый Словно Первый Класс Пусть Прозвенит Для нас Звонок Еще Хоть Раз Еще Хоть Раз Когда Закончится Урок Мы Заглянем В забытый Класс Пусть Прозвенит Для нас Звонок Еще Хоть Раз Еще Хоть Раз Еще Мария Васильева И Мы Слушаем Сегодня В этом Эфирном Часе В этом Выпуске Программы Только Песни Вячеслав Я бы хотел Чтобы мы Поговорили Сейчас О вашей Дискографии Вот Когда мы С Марией Встретились Здесь у нас На студии Это было Совсем Недавно Две Недели Назад Хотя На самом деле Переписывались Раньше Моя супруга Общалась С Машей И даже Моя мама Общалась С Машей Знаете Что С известным Шоуменом Актером Димой Нагиевым Это его Хохма Не моя Когда его Мама Мы с ним Ровесники И мамы Такого же Возраста И поэтому Его мама Тоже За Димой Все время Наблюдает Когда он Работал В онлайн Эфире То естественно Она иногда Туда и звонила Мама Моя Тоже самое Делает Это нормально Человеку 77 лет Но человек Любит музыку Знает И в общем Откровенно говоря Выдержал Когда-то Эту студию И десятки Музыкантов В нашей Малогабаритной Квартире Дома Правда С тех пор Прошло 30 лет И всегда В этом смысле У меня есть Хорошая поговорка Это подчеркиваю Не мой гэг Это Димин Когда мама В очередной раз Дозвонилась До него на радио Модерн Он говорит Это передача Самая популярная Среди моей мамы Ну в общем Очевидно Все это относится Собственно И к моей маме Эмилии Максни Но она Не обижается Никогда на эту шутку Как и мама Димы Нагиева Тоже не обижается Вот Просто Когда У нас как бы Ну Любое музыкальное дело Оно семейное Это не мы совершенно придумали Это так оно есть И во всем мире Если вот семья Занимается музыкой То как правило Занимаются и дети И внуки И старые И малые Это нормально Потому что все Это любят То есть Здесь все равно Какая-то должна быть Ситуация Понимания Того с чем ты встретишься То есть Это Но это не конвейер И я очень рад был Когда ваши песни Понравились Моей маме Эмилии Максни И очень понравилась Маша С ее стихами И она стала И писать Благо теперь Электроники много вокруг А потом К этому делу К знакомству с Машей Подключилась И моя супруга Эльвира А Эльвира Профессионал В нашей деятельности Кстати Искусствовед С Академии художеств Нашей петербургской По образованию А по другому Учитель Так же как Маша Только правда Русского языка И литературы Моя супруга Эльвира И она Из 31 года Этой студии Страшно сказать Со мной Всем этим музыкальным делом Занимается 16 лет То есть половину времени Существования компании Ну вот И вот им Маша очень понравилась И мы стали Значит Все вот эти вещи Обсуждать Относительно того Как можно прийти сюда Как можно Так сказать Сделать какие-то Вещи И показать вашу музыку И показать Маши на стихи Я очень рад Что все это состоялось Поэтому так вот Несколько пространно Об этом говорю И для меня конечно важно Что все это В общем получилось И мне конечно Очень приятно Что во всем этом Я думаю Будет конечно Определенная перспектива И для меня Очень важно Чтобы вы Сейчас Как автор Исполнитель Поговорили со мной О том Так сказать Деле Которое для нашей публики Очень важно Не только для моей мамы Я Объясню почему Я немножко пространно Об этом говорил Дело в том Что Маша когда пришла Подарила ваш компактист Вот Мы тут все Так сказать Филофонисты Видите сколько компактов Стоит невзирая На все наши серверы С электроникой Мы все приверженцы Так сказать Носителя физического Как появился этот альбом Я кстати подарил маме Маша была хорошо подготовлена Она вручила Диск Вячеславу Тимофееву Мне Я поехал к мамочке Вручил ее Вместе с книжечкой стихов Вот Как собственно Появился Этот компакт диск И вообще Какова Дискография Вячеслава Тимофееву Вот на сегодня Ну Это уже Второй мой диск Ого Вот Первый Это была Проба Как бы Пера Вот Было записано В 2008 Первый диск Под названием Привиделось Что ли В общем Уже не вчера Да Ну Поскольку Я тогда только еще Учился писать Вот И даже не знал Каким голосом Мне петь собственную песню То есть Чужие песни Я исполнял Я уже Понимал На что там ориентироваться Там Были Так сказать Эталоны Эталоны Да А когда свое Сложнее Мне почему-то оказалось Да Что чем выше я пою Тем это будет красивее Вот И первый диск Он записан Несколько Высоковато Может быть Акценты Где-то Не так Были расставлены Вот Но тем не менее Из первого диска Даже Вот одна песня Попала в ротацию На Когда в студии Называлась Петрогат Русский шансон Вот Интересно Называлась Регги Раши В новом диске Она вот Записана Как желтого каяка Отлично Уже в другой аранжировке Вот Так что это вот Был первый опыт Ну то есть Здорово Даже Кроме С первым успехом Я уже перешел В общем-то Более детальному Отношению К своим песням Это очевидно Мама Кстати Я думаю Это она Она может Еще раз Говорить Она может Запросто Так Вильмакс Да Ну это нормально Ну то есть Все как у Нагиева Самое популярное Судимое Да Но открываешь счетчик Канала И видишь 32 миллиона Зарителей И понимаешь Что все-таки Наверное Не только Среди моей мамы Так Акаджиан Чай пожалуйста Здравствуйте Да Мы слушаем вас Эмилия Максовна Алло Да Мы слушаем Да Ну естественно Это Эмилия Максовна Да Да Как же иначе Поддержать Своего сына Вот И моих Дорогих гостей Очень 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 рада Машенька Что вы уже Я вас поздравляю Мои дорогие Желаю вам Всего-всего Самого-самого Хорошего Большое спасибо Спасибо Очень приятно Спасибо 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 Ну что же Видите как хорошо Вот как раз Если песня Желтого Желтого Ака Ну Ака В смысле Ведь не маленькая Машенька А река Да Большая Это как раз Машенька А то есть В смысле Маленький автомобильчик Да Маленький автомобильчик Который выпускал Одно время Большой Камаз Да Очень Очень Нужный Нужный Хороший Такой Вполне себе Ну что же Я думаю Что Аркаджиан Желтого Ака Вячеслав Тимофеев Мария Васильева В нашем эфире Задремала у забора Кособолкая слегка Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Полетала Ты по кочкам Попылилась На полях Я купил Тебя В рассрочку У приятеля На днях Я купил Тебя В рассрочку У приятеля На днях И в ремонт Вложил Немало Подарил Тебе Гараж В форме В форме Ракушки Забрал За рулем Поймал Кураж Теперь и в радости И в горе Ты мне правая рука Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Мы с тобой Взрослели Вместе И состарились Вдвоем Нашей молодости Песни Мы по-прежнему Поем И несется По просторам На ходу Она Пока Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Я сажусь в тебя Со скрипом Вижу прошлый век Вокруг Ты уже не станешь Джипом Мой хороший Верный друг Не люблю О вкусах Спорить Мне милей Наверняка Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Не терплю О вкусах Споров Я с тобою На века Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Цвета спелых Помидоров Желтоокая Ака Стартуем вместе Да, цвет спелых помидоров Это значит красненькая Такая вот цвета Спелых помидоров Да, был такой цвет Я помню этих смешнейших машинок На которых на самом деле была огромная очередь До перестройки Ее было очень невозможно купить Она была очень дефицитная машина Большой КамАЗ ее делал Интересно, делают ее сейчас или нет Но в свое время это была творческая переработка ФИАТа 500 Также, кстати, как и Запорожец Тоже был ориентирован на знаменитый ФИАТ наших итальянских друзей В игрове старчем Пальмиро-Тольятти Коммунистов Которые дружили с Ледовичем Брежним И в общем старались Каким-то образом свой автопром интегрировать На безбрежные просторы Набережных Челнов Где, собственно говоря, эти машины Первые начали собирать Ясно, интересно Но желтоокая, значит, получается, что у нее желтенькие фары Глазки желтенькие И тогда же не было ксенона Правильно, да? А вообще она красненькая, да, машинка? Да Интересно А вообще, так сказать, а... Их много ездит еще Да, а в реальности, так сказать, у вас... Было это чудо российского автопрома или нет? В реальности... Не было Не дорос еще В эту сторону Вот джип был, да Там поется, что ты уже не станешь джипом Джип был, да А вот, так сказать, АК Это больше, так сказать, аллюзия такая, да? Ясно, ясно Хорошо Лирическая фантазия Лирическая фантазия Вот видите как Ну, понятно Но... Шутка небольшая Да Мне, кстати, песня понравилась Хорошая, очень песня чудесная Мой приятель Гриша Заречный Имеет такой чудесный сериал песен Под названием Это не я имею машину Это она имеет меня Есть такая Да, да, да И Гриша, он, кстати, недавно принимал Ну, как недавно В прошлом году Участие в наших съемках Вот он как раз Вспомнил О этих песнях И более того Он, там несколько Там продолжение еще есть Да, да То есть Его машина, так сказать Тоже регулярно имела Да Вот И он ее Было очень весело Ну Что же делать Актуальность Актуальность Нашего российского автопрома И наших дорог Конечно же В песнях Тех, кто Сочиняет и поет Русские песни Ну, что же, друзья У нас осталось немного времени В оставшиеся нам Почти 10 минутки Я хочу обязательно Что мы послушали все Что мы приготовили У нас осталось две композиции Вот мое предложение Такое К ребятам И девчатам В лице Маши Что мы послушали композицию Которую название Романс Я вообще очень люблю романсы И, откровенно говоря Всегда При всех возможных Ситуациях Если у исполнителя У автора Есть романс Стараюсь обязательно Поставить его в эфир Поэтому я думаю Что мы послушаем романс Потом в финале Мой традиционный вопрос Гостям И после этого Мы все Завершим На композиции Которая уносит название Будет лето В том смысле Что лето очевидно будет Вот сейчас Сначала была зима Да потом все растаяло И двигаться трудно Даже на джипах Но к лету Мы все равно стремимся Эта песня будет в финале Аркадий Александрович Когда любви Последний вздох Приблизит торжество разлуки Я пускаюсь в ложе скуки Я пускаюсь в ложе скуки Твои я отпускаю руки Когда любви Последний вздох Когда прощание Час пробьет Я прикоснусь К твоим коленям Чтоб попросить тебя Прощенья За все обиды И волнения И долгих лет Судьбы сомнения Когда прощание Час пробьет Придет пора Благодарить За дни Что мне Ты подарила За то Что называла Милой И до разлуки До могилы С неистываю Нежной силой Была готова Ты любить Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И пожелать Наступит миг Еще раз Пережить Все это И вспомнить И вспомнить Шальное лето И вспомнить То Святое лето Когда Решил я Стать Поэтом Чтобы Чтобы воспеть Твой светлый Лик Когда любви Последний Вздох Приблизи Торжество Разлуки И опускаюсь В ложе Скуки И опускаюсь В ложе Скуки Твои Я отпускаю Руки Когда любви Последний Вздох Когда любви Последний Вздох В эфире Стартовая площадка Ну, дорогие друзья Наше эфирное время Стремительно подошло К своему логическому Завершению 60 минут Стартовой площадки Сегодня В нашем прямом эфире Были отданы Творчеству Вячеслава Тимофеева Автор и исполнитель Санкт-Петербурга И, конечно Не всякого сомнения Замечательной Марии Васильевой Они работают вместе Мария читает Свои стихи Ну, а Вячеслав Поет свои песни И мы специально Сегодня и анонсировали В этом и в первом эфире На радио Шансон 24 Их мероприятие Которое состоится скоро Состоится оно 9 декабря В Санкт-Петербурге В концертном Центре на Пушкинской 9 В финале программы Традиционный Нашей радиостанции Вопрос Небанальный Простой, правда Но, подчеркиваю Небанальный Потому что Небанальность вопроса Заключается в том Что вроде бы Казалось бы Да, все несложно Но, если представить Что YouTube Это крупнейшее в мире Частное музыкальное Видеохранилище То все понятно Через день Через два Через три Через десять лет Кто-нибудь зайдет И ваш ответ на этот вопрос Увидит как вопрос Вернее, как ответ Свежий Для себя Потому что Все это По видео Можно Естественно Повторить Посмотреть Эту программу И понять Как вы Относитесь К людям Именно через Какое-то время То есть Это видео Дымает Это видео По запросу Поэтому Ваше пожелание Той аудитории Которая Нас слушала Сегодня Смотрит нас Пожелание Сеиминутное Спонтанное Неподготовленное Что вы желаете Тем людям Которые сейчас Находятся У своих Приемных Устройств Я желаю Людям Успеха В том труде Которым они Занимаются Радости Больше света Тепла Даже вот в это Зимнее время Здоровья Конечно Спасибо Вячеслав Машенька Великие дела Свершаются Благодаря вдохновению Поэтому Хочется пожелать Всем Вдохновения Спасибо Спасибо Это была программа Стартовая площадка В гостях у меня были Вячеслав Тимофеев И Мария Васильева За пультом Работал для вас Аркадий Фрумин Спасибо Услышимся И увидимся Завтра Мы с тобой Помчимся На карете Белой В радугу Лесную Запряжем Коня По заброшенным Полям Ветра Не жалея И твоя рука Лежит в ладони У меня И твоя рука Лежит в ладони У меня Студия Ночной такси Представляет Программу Стартовая площадка Александр Александр и Аркадий Фрумины Представляют музыку Новых исполнителей Стартуем Вместе Три Два Один Старт Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...